Наш телеканал продолжает рассказывать о выводах, озвученных на международной конференции ОЛОК ОЛОС Алтынорда. Важными стали научные моменты, озвученные первым заместителем руководителя администрации президента Даурена Абаева. Он остановился на особенностях семи принципов Алтынорды, на которых в свое время был реализован проект Золотой Орды. Реализацию семи важных рабочих проектов планируют завершить уже в следующем году. Это основная часть одной большой и комплексной работы по интерпретации национальной истории с позиции подлинно независимого и суверенного государства, отметил Даурен Абаев. На прошедшей в столице конференции я изложил семь алтынординских принципов 21 века. Это огромное историческое наследие ОЛОК ОЛОСа, которым мы руководствуемся, приспосабливаясь к современности. Хочу вкратце отметить эти принципы. Первый принцип – сильное централизованное государство с жесткой вертикалью власти, подразумевающее безусловную персональную ответственность должностных лиц за веренный им участок работы. Второй – меритократия или власть достойных. Третий – эффективность административного управления. Четвертый – культ науки и знаний. Пятый – культура диалога. Шестой – культура дипломатии. Седьмой – гуманность и ценность человеческой личности. На основе этих семи направлений в свое время был реализован проект Золотой Орды. В изучении эпохи Золотой Орды уже со следующего года будут приняты новые подходы. Казахстанским ученым предстоит усилить работу по поиску материалов, находящихся в архивах других государств, а также разработать план реконструкции ордынских городищ по всей территории страны. И это лишь малая часть. Для этого с президентом страны были согласованы некоторые подходы в части популяризации тематики Золотой Орды, требующие реализации. Первое – усилить работу по поиску материалов о Золотой Орде, находящихся в архивах иностранных государств. Второе – представить план реконструкции ордынских городищ по всей территории Казахстана и создание на их основе аутентичных историко-материальных комплексов. Третье – проработать вопрос издания научных монографий, к примеру, о ханах Бирке Джучи. Четвертое – проработать выпуск энциклопедии «Золотая Орда» и обновить контент Википедии по золотоордынской тематике на казахском, русском и английском языках. Пятое – проработать создание серии документальных фильмов о всех ханах Лук-улуса от Джучи до Кенесары, о духовной и материальной культуре Золотой Орды, о ее городах и торговой политике. Пятое – проработать выход адаптированных сказок для детей по мотивам золотоордынских эпосов. Пятое – актуализировать содержание школьной и вузовской программ по истории Казахстана с учетом новейших открытий по золотоордынской тематике. Особую роль популяризации темы у Лук-улуса играют ученые и эксперты. Даурин Абаев призвал историков активно работать в данном направлении. Торган Журтабай, Аимбуль Харуль на телеканала ТРАУ.